В этом же темпе, абсолютно, ты должна удержать этот пульс. Да, теперь, и здесь вообще-то такая дивная вот эта тема, она вся из разных красок, инструментов, да, вот здесь, да, другой совершенно. Ну, кларнет, флейта, тут, я не знаю, такие, гобои, вот здесь прям деревянная группа, она вся, всеми своими красками представлена, и нужно обязательно вот этот импульс абсолютно нового звучания. Вот, теперь по поводу начала. Обязательно всегда надо делать паузу, она абсолютно вот священна. Ты прямо на педали начинаешь вот этот вот ход, да, пунктирный. Вот звучит тутийный аккорд. Да, и такой типичный скрипичный, да, ход смычковый, но между ним обязательно должен быть воздух. Вообще-то абсолютно оркестровое, опять возвращаемся, абсолютно оркестровое мышление, и все время включено воображение на оркестр. Как он звучит? Да, и снял, прям дирижерское снятие аккорда. Педаль, пожалуйста, ну, очень короткая, вместе. Давай, попробуй еще раз. Нет. Вот там. Нет. Вот раз и два тишина, да. А сейчас коротко. Вот смотри, то недолет, то перелет. Раз, два, три. Раз, два, три. И продли еще ухом эту паузу. Вот, в смысле, услышь ее, да. Давай еще раз. Нет. Вот что-то даже. Там. Вот это. Татара. Вот. Так, а там что было? Вот это что? Та-та-ти-та-та. Там. Да. Пропеть, а не стукнуть. Да? Да-да-да-да-да. Это тоже совершенно другая группа, да. Как будто какой-то хор за сценой или что. Но вот абсолютно другой образ. Полярный такой вот, с такой безбитковинской категоричностью, да. Это все вспыхивает. И здесь вот он уже звучит. Та-та-та-там. Да? Образуется тишина. И ты вдруг в ней слышишь. Та-та-та-та-та. Опять вспышка, да. И обязательно вот эти паузы, они, ну, совершенно просто делают музыку другой. Они смысловые. Давай еще раз. Та-та-та-та. Нет, тут. Понимаешь, пьяно это не значит беззвучно. Это значит другим звуком. А темп остается тот же самый. Вот смотри, симфония началась. Дирижер. Почему темп-то меняется? И паузу надо еще с большей волей выхватывать. У тебя чуть-чуть на йоду не хватает вот этой активности. Она у тебя начинает... Немножко мутновато. Понимаешь, о чем я говорю? Вот один раз прям очень хорошо сыграла. Ну вот вспомни. Тоже не... Ведь вот интересно. Ведь у Бетховена одна лига стоит, правда? А все играют... Зачем так? Опять на педали начала. Ти... Ну... Смотри, берешь там... И вот это вот. Раз. Та-та-та-та-та-тим. Не стучи. Не стучи. Та-ти-та-тим. Вот сейчас хорошо. А здесь тоже хорошо очень сейчас было. Ну вот запомни. Вот здесь что происходит? Что-то новое, да? смотри вот это даже может быть чуточку тише почему потому что лишь другая же совершенно разное сопровождение это не то что прямо контраст на другое вот это другое выражение а почему грязная педаль очень очень грязная педаль вот сама подумай что надо сделать здесь обязательно возьми хорошо первый палец да чтобы соль она сразу дает объем ну это в принципе можно даже без педали ну бери педаль надо привозь без педали легче сыграть потому что не надо ничему учиться а с педали надо учиться брать педаль поэтому грязь педаль вот здесь да позже просто и надо ты приучайся часто педализировать и не очень глубоко чтобы у тебя не было вот туда-сюда вот это прокачивать насос каждый раз да это только когда басы там глубок а надо уметь вот верхней амплитуды педали пользоваться это очень часто необходимо вот для такого как бы для косметики такой да вот когда тебе нужно немножко что-то добавить в краску чуть-чуть да давай еще раз сыграем ну отдельно немножко получается чуть ли баланс плохой но вот послушай себя мне нужно чтобы у тебя уши были вот просто на чеку чтобы ты очень хорошо слышала что выходит из-под твоих рук ну смотри какой вот зачем толкаешь и грязная педаль все равно значит ты рано опускаешь ногу вот так вот у тебя понимаешь грязно все время звучит вот взяла ну а дальше на один раз меньше двигаешь ногой да все время чуть-чуть совсем маленькая амплитуда здесь можно вообще не брать можно сделать так можно брать педаль здесь дурацкая написана педаль это можно руками сделать вот здесь берешь педаль здесь снимаешь здесь берешь здесь снимаешь здесь берешь ты снимаешь так рано пускаешь ногу здесь можно конечно еще на самом деле вот смотри я просто здесь не задумываюсь над педалью потому что но я ее надо брать так чтобы она была чистой вот в вот так да а вот тебе точно расписать мне трудно вообще на самом деле наверно на каждую ну здесь нужно чтобы еще разрыв был да вот чуть-чуть рано ты сама слышишь что там получается грязь или не слышно ну вот сейчас абсолютно чисто да еще вот посмотрите как я беру ну все время запаздывать в принципе по левой руке конечно педаль необходимо для выразительности этой синкопы да конечно она с педалью да здесь можно а можно и не брать вот на разрешение да ну попробуем ну а теперь погорячее понимаешь ты можешь вот так вот маленькую педаль левую педаль нажимаешь или нет убери вообще ее от греха подальше так давай еще отсюда такая вот совсем поверхностная педаль вот хорошо здесь я бы тоже прямая только чтобы не не связывать и обязательно опять пауза вот это теперь смотри вот это шестнадцатая после форты она должна быть очень активной энергичной но не тяжелой понимаешь понимаешь да вот она у тебя немножко такая вялая какая-то вот как какая-то сопля висит нет да вот понимаешь в ней да ну вот невероятно бетхоинский этот нерв да вот а это не очень или же грубая тоже плохо да значит не вертикальная а там пам да там пам смычком да хорошо хорошо маленькую педальку только тоже а то сухо звучит тот же тот же темп вот не быстрее и не медленнее нет давай отсюда я вообще тоже здесь брала две педали смотри а у тебя вот такой вот вот траектория другая вот у тебя зажато звучит а у меня нет да воздух между ними чувствуешь да вот прокачивать раз два то есть ты продолжаешь да вот это продолжение движения обязательно нет не ритмич вот это вот крещендо как бы внутренне на синкопов нет замедлять тоже не надо давай еще раз а а это вот как будто вот нет 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 мне не спокойно ведь не чувствую что-то меня кто-то дергает понимаешь туда-сюда я специально тебе играю это не для того чтобы ты конечно выделяла там а чтобы ты ее слушал она тебе дает движение пульс не справляешься со временем вот здесь вот тебя вот разносит куда-то нет я же специально предупредила я не предполагаю здесь соло этого голоса он должен очень мягко и тихо звучать просто ты его слушай там где-то далеко да на заднем плане чтобы он тебе помогал в этом темпе жить да 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 абсолютно одно движение у тебя не получается какой нюшко салдафонский а это вот как за что балетная пробежечка такая на пуантах да такая папа 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 и наверх да ими бемоль поем опять же они стучим да да давай играй сама нет не размахиваем собранные ручки и здесь такой разворот этого ли ми бемоль мажу менять педаль обязательно Играет музыка Хорошо, здесь тоже педаль С педалью, но все время ее менять Ну-ка Темп все время один Нету аккорда без терции Замедлять не надо А здесь что опять надо сделать Та-там, да Причем нет, это не просто пауза должна быть А пауза такая вот, понимаешь Выхватывать эту паузу надо Нет, не очень Вот ты берешь аккорд И таким жестом Императивным жестом дирижера Да, диктатора почти Снять аккорд И дальше Па-па Вот это вот что-то, понимаешь, тревожное очень состояние, очень драматичное. Да, здесь вот смотри, очень хорошо тебе все это обведено здесь, но здесь не надо такого бурного крещенда делать в левой руке, да, ты немножко переборщила, это надо, конечно, слышать. Обязательно, но ты немножко так наскочила на них, только в темпе, в темпе, в темпе, да. Совершенное преображение. Давай сделай вот этот контраст очень. А ты, да, ты, да, ты, да, ты, да, ты, да, ты, да, ты, да. Да, ну вот смотри, во-первых, мне не хватает здесь очень сильно левой руки ровной. Вот представь себе, что это играет группа инструментов. Вот группа, они не могут играть неровно, правда? Потому что они все в росте просто будут играть. Да, предположим, альты, вилончели, да, вот эта фигурация. Пожалуйста, сыграй это. Субтитры сделал DimaTorzok